Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта! Сегодня я хотел бы вам записать ролик о том, как начать летать на параплане, с чего начать, вообще что делать. Вот вы, если я вас убедил предыдущими роликами... Продолжение следует... Мы посмотрели и решили, все, хочу, хочу летать на параплане. Что нужно сделать? Пока я буду подниматься с посадочной площадки на старт, чтобы полететь на параплане, который у меня за спиной, а я вам расскажу, с чего начать. Эгей! А вот тут как раз занимается наземной подготовкой только что приземлившийся пилот. Он запутал свой параплан, и он один. А лучше бы, если был бы у него помощник или инструктор, тогда было бы проще. Ему бы распутывали параплан, он бы его поднимал. Оп! Так что первое, с чего бы я хотел вам сказать, стоит начать полеты на параплане, это найти то место, где вы будете учиться. Идеальный вариант летной школы. То есть мы пока, давайте рассматривать, не рассматривать, что вы в какой-то тундре за тысячу километров от жилых территорий, а в более-менее цивилизованном пространстве и в Российской Федерации, ну и вообще по всему миру существует огромное количество летных школ, в которых можно начать обучение. У каждого, наверное, есть своя идея, какая должна быть летная школа. У меня была идея, что она должна давать некое стабильное качество, то есть нужно было создать систему, которая позволит готовить пилотов не только благодаря уникальному одному человеку, гению какому-то, а благодаря просто некой созданной технологии. Поэтому я постарался сделать правильные упражнения, там, этих упражнений перечень, подход к формированию, там, всегда там хорошее, правильное, свежее снаряжение относительно. То есть не пытаться выжать максимум прибыли за счет использования старых парапланов, там, не знаю, бесплатно работающих инструкторов, чтобы это было подешевле. То есть хорошее обучение должно стоить своих денег. Но если оно стоит каких-то денег, достаточно приличных, то в этом случае в школе летные должны быть хорошие парапланы, не старые. Это не должно быть ужатанное говнище. Если вам дают, например, какой-нибудь древний убитый параплан, и говорят, вот чувак, бегай с этим, а этот параплан вообще не поднимается. Ну или там поднимается, но вы на борьбу с ним тратите бесконечное количество времени. Это неправильно. Если, потому что можно иметь, например, специальный тренажер для наземной подготовки. То есть это те же парапланы, только маленькие, с которыми можно прекрасно работать в сильный ветер. Есть парапланы, действительно, у которых ресурс на грани, но они должны еще нормально подниматься. Это не должно быть совсем что-то страшное. Тогда наземная подготовка у вас будет идти на хорошем уровне. Парапланы в самой школе должны быть тоже... Не должно быть универсального чего-то. То есть один параплан на все случаи жизни. Такого не бывает. Должен быть самый примитивный, самый тупой, самый простой учебный параплан. Если вам говорят, что это параплан, типа там, чтобы еще, может быть, капельку парить, вот вы там будете учиться, а потом подует какой-то ветер, и вы сможете на этом параплане парить. Ну, может быть, в горах, где-нибудь там здесь во Франции или там в России на склонах. Действительно, бывают условия, когда на одном параплане только сверху вниз, а на другом можно еще немножко полетать у склона. Но поймите, что когда вы начинаете летать, вам не нужно особо много парить у склона. Вам нужно просто много раз стартовать сверху вниз. Тут вот как раз в отличие от, наверное, того же обучения планеризму, где я против круговой системы, то на параплане, я считаю, что достаточно большое количество должно быть, ну, относительно количество стартов, если это горки. Если это лебедка, то это старты с лебедкой, старты посадки. И там, в принципе, на лебедке ни в коем разе не зависит, кто за параплан у вас летит, потому что вы все равно обычно будете летать на обучение сверху вниз. Вот базовый курс, он рассчитан на то, чтобы прыг-скок, 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 что-то напрыг, наскок или. Поэтому качественное снаряжение в школе, это очень важно. Дальше отношение инструкторов к этому процессу. Вы приехали на поле, вы платите деньги. Не надо, конечно, делать из этого цирк, потому что у нас был как-то случай, когда там приехал такой там на какой-то там навороченной Porsche машине и так далее, ну, типа, где здесь парапланеристы записывают. Ну, соответственно, да ему, с ним побегали с парапланом, он говорит, а что вы со мной как с дураком бегаете? Я летать хочу. Он говорит, ты понимаешь, что ты должен выполнить определенную последовательность процедур, побегать по земле, слетать в тандеме и прочее. А потом мы тебя запустим, когда для этого будет соответствующая погода. Да вы что, типа, опухли меня тут вообще там бегать заставлять? Я бегать не буду, я хочу сразу летать. И ему сказали, что такое неприемлемо. Он сказал, я заберу деньги, поеду в другую школу, в которой там буду летать. И он действительно поехал, он действительно отучился, и он действительно сломал позвоночник и получил серьезные травмы. И дальше там, в общем, я думаю, что он понимает, что вот этот вот хайп, который был на вот этом процессе обучения, он был неправильный. То есть нужно было чуть-чуть тормознуть, чуть остановиться. Хороший, правильный, грамотный инструктор, даже если у вас неправильное отношение какое-то к полетам, он попытается это отношение изменить. И задача инструктора и летной школы именно в том, чтобы привить правильное, грамотное отношение к полетам, это залог вашей безопасности. Как это определить? Ну, наверное, какие-то отзывы почитать. А как, а что, а что. Если в школе просто весело, типа Туса, Лайла, если инструктора, например, в пятницу приехали на полеты, бухают всю ночь и с утра лыка не вяжут, и начинают полеты типа в 12, когда что-то там кто-то проклемается. Это абсолютно неправильно. В летной школе начало полетов должно быть в 8 часов утра, тогда, когда погода соответствует уровню студентов. Если летная подготовка начинается в 9, в 10, в 11, это значит, что инструктора просто ленивые, или там у них отношение такое к полетам, и они просто не хотят просто рано вставать, чтобы дать вам максимально комфортные условия для полета. Я сейчас говорю больше про лебедки, потому что на склонах может быть по-другому, но тоже, если есть какой-то ветер, то утренние полеты идеальны. Были случаи, когда, например, я учил в Голоде-Волгограде группу, и мы вставали, мы начинали до рассвета полеты, просто потому что днем был сильный ветер, и вот это окно, 2 часа погоды было только, когда еще солнце не встало. Вот солнце встало, и через час-полтора это все раздувало до дикой скорости. Поэтому, ну это тоже такой важный факт. Посмотрите, как работает летная школа. Хорошая летная школа должна работать в летную погоду, в нормальную, и вытягивает из этой погоды максимум. Был как-то случай, когда летная школа отлетала 380 полетов за день. Было сделано это на двух стартах, на одной лебедке, но на два старта. И полеты начались в 8 часов утра, и они закончились в 11 часов вечера. Это были достаточно длинные дни, там летник, как правило. Но с утра летают ученики, потом днем катаются там тандемы всевозможные, вечером опять ученики, там днем улетают на маршрут пилоты. Это все позволяет полностью загрузить лебедку, как подъемник, и организовать полет каждой группы именно в ту погоду, в которую это идеально. Как антипример подобного подхода, я могу сказать, что есть в Подмосковье школа, где под глиссадой Внуково, близко к Москве, очень летают группа парапланиристов, на моей лебедке, кстати. И девочка, которая там руководила процессом, она постоянно говорит, ребята, днем не летают, термичка, вы что там? И вот там делали ребята по паре полетов с утра, днем не летали, но помогали эту лебедку таскать по полю, потому что лебедка древняя, она там с кучей ошибок сделана, ну, по транспорту. А в поле была топка, эту лебедку надо было таскать, и вот эти ребята, там группа классная, с горячими глазами людей, они больше тусовались, таскали эту лебедку по полю, что тоже, в общем-то, помочь клубу, это всегда правильно, но это было с аргументацией, что вам сейчас летать нельзя-нельзя, вот вам надо там пройти какой-то там сев-курс, и только потом можно летать днем. Обычно допуск на полеты днем не требует никакого сев-курса, особенно на равнине. На днем в Российской Федерации, в средней полосе России присутствует огромное количество погоды, когда можно там в районе 11 часов, 12 выпустить курсантов, и они смогут прекрасно полетать днем, научиться парить. Для этого не надо ехать на сев-курс. Почему не хотели пускать уже выпускников? Их не выпускали днем, потому что днем катали тандемы, тандемов много, там, и, в общем, всеми силами пытались вот эти полеты, не просто там сказать, чуваки там, блин, идите куда-нибудь летайте, а вот, ну да, мы там вот сейчас надо вам курсик еще пройти, чтобы тогда мы вас днем будем на этой лебедке запускать. А смысл запускать под глиссадой Внукова, выборить невозможно, набрать высоту невозможно. Поэтому это откровенное вранье. И в данном случае это, в принципе, порочит саму идею парапланиризма, потому что вот этот подход такой инструкторов, когда, ну, просто какая-то нечестная информация. Я против этого, поэтому я просто открою. Я не буду имен называть, чтобы это не выглядело какой-нибудь такой речью оскорблением. Я просто говорю о каких, как бывает, как могут делать школы инструктора неправильно. Итак, первое, это бухать. Бухать так, что невозможно проснуться с утра и продолжить полеты. Второе, это просто за счет вот этих тандемов никого больше не пускать на полеты. Ну, в принципе, это право летной школы, наверное, она там занимается только тогда обучением. И она сразу говорит, вы у нас отучитесь, мы вас через там после базового обучения пошлем нахер. Потому что вы нам больше не нужны, вы денег много не приносите, вот где хотите там дальше летать. Вот это было, по крайней мере, честно. Ну, так обычно никто не скажет. Все скажут, да мы вам там обеспечим. Ну, и потом выпускники, это топливо, это то, что поддерживает потом выезды всевозможные. Это деньги, по сути. Поэтому никто не хочет отказываться от этого. Третий, наверное, фактор, это общая какая-то эффективность. Если в школе достаточно профессиональная техника и профессиональный инструкторский состав, то все будет относительно быстро. Даже при большом количестве учеников отлаженные процессы, они щелк, 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 лебедка работает, трос не рвется. Там на горке грамотное понимание аэрологии. То есть люди приезжают в правильные места, не возят курсантов там в одно место, потом в второе, потом в третье, не угадывая погоду. То есть есть много факторов. И вот этот фактор профессионализма, он очень может позволить вам научиться быстро. То есть не потратить, не знаю, там полгода на обучение, легот, а сделать все достаточно эффективно. То есть эффективность это по сути время, а время это деньги. То есть за то время, которое вы просто просидите на поле, вы можете, не знаю, заработать денег и учиться в школе, которая будет все делать быстрее. К вопросу об эффективности, конечно, тут очень тонкий сколький вопрос, потому что бывает по погоде. Вы приехали, а по погоде просто невозможно. И есть две крайности. Первая крайность это когда люди летают в неподобающую погоду. Ну вот вы приехали на поле, там летать вроде как нельзя, но вроде как можно. И тогда бедный инструктор там или школа может сказать, ах, черт, там ребята же ехали с Москвы, стояли в пробках, еще отстоят, и они не полетают. Как обидно там. И если вы еще давите немножко на эту больную мозоль, типа давай там, пожалуйста, мы же хотим, мы же вам денег заплатили, там летаете с нами. То можно продавить до такой степени, что вас запустят, запустят не очень подобающую погоду, и вот это тоже получить риск травму. Поэтому ни в коем разе давить нельзя. А с другой стороны, во-первых, можно приехать и просто продуплить погоду по времени. Вас привезли на горку в 12 часов дня, когда уже ветер раздуло, и летать уже невозможно. Это ошибка, надо было, чтобы вы приехали туда в 8 утра. Или, ну еще как-нибудь, или приехали в 8 утра, но потом то бензин забыли, то что-то еще, то ребятка не завелась, то там на горке машина сломалась. Куча фактов. То есть профессионализм это то, что вы приехали и начали работать. А еще какой нюанс, что некое планирование полетов. Вот бывает, что на полеты, ну не знаю как сейчас в парапланиризме, очень часто это сейчас в планиризме было, просто приезжает куча народу без планирования. И приехали там люди, сидят на старте, ждут там очередь, потом приехали покататься на тандеме, и вы в первый раз поедете, вы приедете на тандеме, ну будет какой-то приоритет, наверное. Очень хочется всем показать небо, поэтому, конечно, вот тандемы летают там, ну у нас два старта, на одном старте, допустим, они летают не очереди. Потому что это старт конкретно под тандемы, под учеников, и ни один спортсмен днем не скажет, о, типа, что вы тут вообще свои тандемы катаете. Компромисс заключается в том, что мы говорим летная смена, летная смена с 8 утра до 11. И каждый ученик знает, что он с 8 до 11 будет учиться, и он будет в приоритете, и он будет главный. Потом есть какие-то курсы учебные, например, парения. И в этом случае человек, который приехал в улетную школу, инструктора, они с ним работают, внимание уделяется в логичную погоду, в ту погоду, которая для этого создана. Это утро, первые термики простые, то есть уходят огромные пузыри глобальные, в которых ученики пробуют первые наборы. Это идеальное время, и в это время не надо летать ученикам, которые только начинают. Соответственно, вас посадят на землю, скажут, что все, ваше время истекло, вы закончили полеты, и, пожалуйста, подождите, пока полетают другие люди. И не нужно в этом случае обижаться, не говорить, а, блядь, херовая школа, верните нам деньги, пошли все нафиг. Как раз это нормально, и нужно немножко уважать общее время, например, если бывает частая ситуация, ученику говорят, к 8 утра приезжай, он говорит, вы что, белины объелись, какие 8 утра, я должен в 5 утра встать. Да, пока вы учитесь, вам придется вставать в 5 часов утра, и никуда от этого не деться. Вам придется вставать в 5 утра, приезжать к 8, чтобы начать полеты. И если вы приедете в 10, и в 10 часов полетаете полчаса до полодиннадцатого, и вам скажут, все, вы скажете, как же я столько ехал, я так старался, я вообще мечтаю летать, а вы тут гады. Это неправильно. То есть вы, по сути, в хорошей летной школе будете делать нехорошее действие, будете демотивировать инструкторов, потому что они делают все правильно в данном случае. Поэтому услышьте это, и запомните, что не только деньги в данном случае лишают ваши, которые вы заплатили за обучение, а еще и сам принцип организации полетов и безопасности этих полетов. В хорошей школе будут о вашей безопасности заботиться и ограничивать полеты тогда, когда они становятся опасными. Как выглядеть будет сам процесс обучения? Для того, чтобы научиться летать на параплане, понадобится, ну, наверное, минимальное количество, там, 7-8 летных дней, вот таких хороших, или больше, как будет получаться. То есть вы будете приезжать на летное поле к 8 утра, как мы уже, а то и раньше, чтобы еще успели отдышаться немножко после дороги, переодеться, подготовиться, получить снаряжение, подготовить это снаряжение. Все это вместе. И начать выполнять полеты. Вы выполняете, там, не знаю, 5-6 полетов летных в день. Бывало так, что в свое время я там занимался, были талантливые ученики, делали и 12. Но, честно говоря, цифра 12 малоэффективна. То есть вы перестаете усваивать информацию, и вот количество от 4 до 6 вылетов вполне соответствует такой правильной действительности. Дальше можно подождать дневное время, когда максимальная термическая активность, когда улетают все пилоты, посмотреть, как эта жизнь парадрома выглядит. Посмотреть, как летают вот эти тандемы, как вы их вспомнить летали. Ну, вообще, классно провести время на поле, пойти пособирать землянику. И потом вечером вторая летная смена. То есть это достаточно эффективно приезжать на утреннюю летную смену и на вечернюю. И отлетать в вечернюю летную смену. То есть в этом случае за день вы можете делать там, например, от, не знаю, 8 до 12 вылетов. А в самой программе обучения этих вылетов там в районе 40. И вы можете в этом случае относительно быстро пройти вот эту всю базовую программу. Что такое базовая программа? Базовая программа – это стартовые какие-то навыки. У вас много на земке, вы бегаете с парапланом, выучите взлетать и приземляться, делать маневры какие-то, складывать уши, раскачивать параплан, понимать все процессы. И для этого действительно на лебедке достаточно там 40 вылетов. На горке там, скорее всего, несколько больше, намного больше. Потому что у вас время полета, если вы летаете с лебедки, вы летаете там 5, 7, 8, 10 минут. А если вы летаете с горки, то это часто очень коротенькие полетики. Прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок. Нарабатывается неплохая моторика по старту, но само пилотирование, на мой взгляд, гораздо отрабатывать проще как раз с лебедки, когда у вас длительный элемент по времени. Вообще, очень такой скользкий момент, как лучше учиться с лебедки или с горки. На мой взгляд, безопаснее учиться на лебедке, потому что время, которое вы проводите в базовом обучении между высотой 30 метров и выше, оно максимально. То есть на параплане опасность какая? Во время взлета, когда у вас меньше 30 метров. И во время посадки, когда у вас тоже меньше 30 метров. На лебедке вот этот вот взлет и уход на высоту происходит очень быстро. А современные лебедки, по крайней мере те, которые я делал, крайне надежные. И общая статистика по травматизму, там около процента травматизма. Я когда учился летать в 1994 году, у нас был травматизм 50%. То есть в течение первого года полетов половина народу ломалась. Включая и автора этих строк, я ломал позвоночник. Буквально через месяц после начала полетов. Ну, по собственной дурости и глупости. У меня были хорошие инструктора, которых я не послушал. И видите, сделал такую вот, сделал и бам. Да, это был 1994 год. И это был вот примерно, кстати, конец марта. Если сегодня конец марта, да, сегодня конец марта. Вот где-то в такое же время перелом позвоночника в 20 лет. Поэтому слушайтесь инструкторов, вообще выбирайте хороших инструкторов. Инструкторы, они должны читать, внянчиться с вами, как с детьми. Если вы будете требовать что-то, а вот садись, доставай книжку, читай мне теперь лекцию. Вот я тут сел, и читай мне лекцию, как летать правильно, в 8 часов утра. Это будет маразмом, просто потому, что вы тратите летное время, классное летное время, на какую-нибудь там лекцию, которую можно прочитать в другое время. Во-первых, и важно, что вы должны понимать, вы занимаетесь самоподготовкой. Вам, естественно, обязательно расскажут что-нибудь. Вам сделают брифинг и так далее. Но читать эрозинамику во время летного времени будет маразмом. Так, по летным школам вроде как все. Теперь берем ситуацию, когда у вас летной школы нет. Вот нет и все. Ну даже, пускай нет летной школы, есть какой-то друг, который говорит, да я классно летаю на параплане, я там сейчас тебя быстренько научу. Слушайте, друзья, ну вот в этом случае тут весь вопрос к другу. То есть, насколько он может оценить свою квалификацию, способность передавать знания. Потому что инструктор это не только просто там, да вот так вот. Ну понятно, что все мы были начинающими инструкторами в свое время. Я там начал с того, что как только начал летать на параплане, еще не сломал на нем позвоночник, первым делом потащил своего соседа по комнате и сказал, Серега, я тебе сейчас покажу вообще в чем кайф жизни, вообще в чем весь смысл жизни. Это параплан, пошли. И чтобы вы понимали, друзья, кто умеет уже на параплане летать, я не знал, что бывает обратный старт с разворотом. То есть, меня мой первый, даже не инструктор, а человек, который немножко умел летать, он показал, что нужно взлетать, разбегаясь спиной по склону. То есть, бежишь спиной по склону, взлетаешь, а потом в воздухе разворачиваешься. Представляете? И вот мой друг Сергей, когда мы пришли на это поле, на склоны, я ему показал, он говорит, Волков, ты что, придурок? А зачем нужно взлетать спиной вперед, если можно в разбеге развернуться и дальше стартовать? И мы с ним так попробовали, классно. Я говорю, слушай, Серега, мы же с тобой гением, мы придумали новый старт. Мы просто придумали обычный, правильный, прямой, этот, обратный старт на параплане. Хорошо, когда есть друг, но гораздо лучше, когда есть инструктор. И если вы все-таки решили учиться у друга, то попробуйте посмотреть учебные ролики. То есть, я, например, сейчас планирую сделать на канале серию роликов, начало, как там взять этот параплан, распаковать, подготовиться к полету, к каких-то нюансах. Ну, просто потому что есть, во-первых, книжка «Мечта летать», вы можете ее скачать в сети. Кому книжка реально доставить в пользу, вы можете там 2 евро перечислить, стать спонсором канала. Это мне будет крайне приятно, на самом деле. Действительно приятно, потому что, значит, моя работа кому-то пригодилась. Мне кажется, что в этом заключается некоторая честность. Каждый человек делает свою работу, и вот один сделал одну работу, другой сделал другую. Потому что, с одной стороны, эта книга лежит в сети уже многие годы, ее читает тысяча человек, все говорят спасибо большое. Ну, в принципе, это некая планетарная миссия. То есть, я выполнил некую миссию, подарил людям возможность учиться, может быть, спас чью-то жизнь когда-нибудь таким образом. Часто бывает так, что продавать, например, хлеб хорошо, а, например, продавать книжку, написать книжку, продавать книжку, про мечту летать, это плохо. Говорят, да ты че, да мы же, у меня было очень много с этим связанного, когда ты, например, делаешь что-нибудь, там, полет организуешь, там, и берешь за них деньги, это нормально. Но часто люди говорят, так это же мечта летать, мы же, как можно брать деньги за мечту летать. Мы же, мы же любим небо. Ну, это вот, значит, когда мы начинали только лебедочные полеты, мы ставили комплексы, и люди, там, 30 рублей, 1 евро, доллар должны были заплатить за полет. Они говорят, как, как мы можем, вы можете за деньги брать за это, это же, мы же мечтали летать, небо, там, мы же прыгали с вами вместе с горки в Крылатском бесплатно. А почему вы сейчас с нас деньги берете? Ну, потому что мы купили лебедку, купили трос, там, два человека стоят, один на старте, другой трос возит. То есть это все требует каких-то затрат, но почему они должны бесплатно? А давайте мы все сбросимся на бензин. Говорю, ну, бензин, это исчезающий элемент в этой вот лебедке. Пользуйтесь книжкой, считайте, что мой подарок вам. А у кого есть, кто считает, что готов заплатить за мою работу, станьте спонсором канала. Я редко к этому призываю, но в данном случае это как раз вот тот самый момент, когда, да, я готов для людей делать полезное дело. И кто захочет, скажет, классный материал, чувак, молодец. Так, по планам, что я хочу сделать? Я хочу сделать цикл занятий, которые вот от начала до какого-то уровня базового. Наверное, потом поснимать что-нибудь по сложным вещам, по силу, там, еще что-нибудь. Но для начала самое популярное, то, что людям больше всего нужно. Как научиться летать на параплане, какие-то цепочки действий, какие-то цепочки упражнений, какие-то базовые вещи, какие-то истории. Вот как книжку «Мечта летать», если вам понравилось, примерно в том же стиле все будет. Обязательно будет про выбор параплана, как выбрать правильно параплан, вот как купить параплан. Потому что первое, что я посоветую, не покупать параплан, пока вы учитесь. Если у вас возможность попасть в летную школу и взять снаряжение в аренду, на нем отучиться, это идеальный случай. Если только это снаряжение, не полное убитое говнище. Лучше взять в аренду и потом купить параплан. Про это будет отдельное видео, про то, как выбрать параплан, какие критерии, какие материалы, какие фирмы. Постараюсь максимально без рекламы, хотя, конечно, являюсь приверженцем определенной марки. Пишите, друзья, если вам понравилось, ну или критикуйте, здраво, мне будет тоже приятно. Как вообще зашла эта лекция во время подъема по склону, то есть как вам такой формат, один из вариантов. И мне интересно было ехать и общаться с вами, я думаю, что и вам, может быть, кому-то что-то пригодится. Все, готовлюсь, буду сейчас взлетать. Чиста, чиста! Папа, гидай! Эй, 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 эй! Папа! 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 Папа!